Надо, вот это Альцгеймер, я люблю ходовые. Утиные шкварки в садле. А с какого перепугу, Миккеджан, ты лучший в Чехии с Амелье? А чё я глажу не труп, а? Ну отлично, давай, всё, теперь уходи отсюда и давай посмотрим, как он готовит. Солод! На таком уровне виски поднимается. Вот так оценили мою жизнь. До свидания. До свидания, виделись. Друзья, я блогер. Алексей, а вообще в Праге бывает дни, когда нет снега? В основном в Праге не бывает снега. Ну да, бывает такое, летом нет снега. Но холодновато. У нас вообще-то нет здесь тропической жары, летом 25 градусов нормальная температура. Комфортные условия. Ну, я считаю, что Прага один из самых заснеженных городов Европы. А Алексей один из самых колоритных гидов Праги. Вот так у нас всё срослось. И я хочу вас с ним познакомить. И может быть Алексей нам что-нибудь расскажет про этот город. Так как я знаю, что наши зрители, наши подписчики, лайкайте, кстати, там вот значок, помните? Лайкайте. Продолжайте. Да, давайте сюда пройдём, чтобы Илья пальцем показал сюда. Это значит, нам так и надо. Что он говорит, то мы должны делать. Безропотно. Да. Вот. А что я говорил, Илья? Напомню. О том, что он очень колоритный. А, да, это и так видно, что Алексей колоритный. А наши подписчики не любят, когда начинаешь рассказывать про цифры, когда, когда основано, кто был первым правителем. Поэтому, естественно, я хочу вас об этом спросить. Когда был основан Пражский город? А какой из них? Пражский град. Вот этот, Пражский град. Пражский град до середины девятого века. А здесь уже в восьмом веке вовсю жили люди. Ну, а крепость здесь имела четыре взлёта. Вот часть стенки, допустим, Карла IV. Храм, который строили от Карла IV до, какой Карла IV, от Вратислава I, от первого чешского короля. И чего здесь только не было. Ну, и надо сказать, что, наверное, это первая крепость города. Ну, достаточно. Я думаю, вы теперь всё знаете про Прагу, про Чехию. Нет, я очень люблю, когда Алексей говорит про Карлов мост. Когда он был заложен? 1-3-5-7-9-7-5-3-1. 1357 год, 9 июля, 5 часов 31 минуты. Я как музыку эту слушаю. Что бы ещё, какие цифры мы бы ещё... Какое население Праги? Миллион триста один тысяча. Триста одна тысяча, наверное, так лучше бы звучать. Триста одна тысяча и один человек. Ещё один человек. Площадь 496 квадратнейших километров. Так, хорошо, ладно. 14 город по количеству проживающих людей в Европе. А теперь это надо всё перемножить. Столица священной римской веры. А, перемножить, да. Вот и получится 17... Ты ещё тридцать пятьдесят седьмой год, 9 июля, 5 часов 31 минуты. Как всё сходится. Хорошо. Всё, на этом мы заканчиваем наш исторический экскурс в Прагу. И ещё такой вопрос. А в Праге есть какие-нибудь рестораны? Вот Карл Четёв, когда строил город, он специально, ориентируясь с этой площадки, всё разбивал крестом. Ну, очевидно, просто на четыре части. То есть, вот пять тысяч ресторанов в городе Прага, которые вот слева, справа, дальше, ближе. Вот как раз-таки, скорее всего, их нужно сейчас обслеживать, посетить, посмотреть. Вы знаете, какой хороший гиф? Он не будет вам вынимать мозг этим. Столица мне расскажет, конечно, несколько вот этих вот, никому не нужных подробностей. Но главное, он знает все пять тысяч ресторанов Праги. Пошли. Пошли. Надо, вот этот Альцгеймер, я люблю, когда вот встречаются, и вот так долго-долго. Долго-долго. А что, погода невероятная, хотя сегодня лёдный день. Да, ну и полетели тогда. Да, и полетели. Алексей, вы хотели мне показать могилы Дворжика, Сметаны, да, они здесь, на кладбище. Конечно же, мы посмотрим могилы, но Сашка с дроном снял потрясающе. Говорит, что это вообще лучшие кадры, которые в его жизни он снимал. Вот этот собор. Только для того, чтобы оправдать его съемки, нам надо сказать, что это за собор. Так, кратенько, годы, цифры, только цифры. Только цифры, да. Да. Тысячу восемьдесят шестой. Тысяча девятьсот третий. Вот с этих, собственно говоря, трёх, да. Ну всё, достаточно сняли уже. Ты Сашкин показал? Может, всё-таки сходим, посмотрим Дворжик и Сметаны. Ну пойдёмте на кладбище. Ну конечно на кладбище. Все там будем. Только лучше не сейчас. Давайте не пойдём на кладбище. Да, не пойдём. Пошли. Как называется? Баста! Надеюсь, что это баста уже. А хотя я уже не могу больше. Добрый день. О, и этот. Привет. Всё давно накрыто. Я знаю все пивоварни Чехии. Я был в каждой. Это одна из моих любимых баста. Баста – это вроде как конец. Ну, по-итальянски. Потому что после этих закусок уже только лёгкая реанимация. И незначительные капельницы помогут. Это самое, что у меня есть, колоритное и чешское из пивных закусок. На проходниках вы этого не найдёте. На Масловской площади, на Старомяске. Там будут все эти рульки, уши и так далее. А это сказка. Вот этих баночках самое, что у меня есть. Вот это вот утиное мясо в садле. В садле. Это сейчас будем намазывать. Сашка, ты будешь есть, потому что ты ещё молодой. Значит, это утиные шкварки в садле. Какой-то паштет тоже в садле. Шкварки. Шкварки, ну, понятно, что они в садле. Вот это всё открываем. Берём потрясающий ароматный хлеб. Садла со шкваркой. Намазываем. Высыпаем лучком. Берём кружечку только что сваренного пива. Пригубляем и отдаём Сашке. Илья, ты любишь садла. Вот, гости человека. Ну, видишь, ему и так осталось уже. Хорошо. Хотите, я это попробую? В принципе, иногда это можно попробовать. Потому что это очень вкусно. Ну и ешь. Ну, я лучше что-нибудь другое ещё попробую. Паштет. Он не такой. Садла, конечно, много в нём. Но если садла отгрипси, то можно докопаться до нежнейшего патэ из утки. Фуа-гра практически. Вот. Ну, какая красота. Смотри, ну, это ты съешь. Сашка ест. Вот сухое пиво. Солод. Солод, смель, вода. Она своё дело сделала. Вот такая вот жмых невкусный, противный. Потом вот это сухое пиво дают поросятам. Поросят забивают, берут у них сало. И в это сало запаковывают печень гусей. Которое мы едим, сажая свою печень, зарабатывая холестеринный удар смертельный, запиваем это пивом, которое получилось из этого солода. Другими словами, это дом, который построил Джек. Всё, что вы здесь видите, страшно натурально и фантастически вредно. Ну вот, всё на схеме, на самом деле, кристально просто, как это всё делается. Солод засыпается, разбавляется с водой. Всё это выдерживается. В эти бочки этот жмых, который мы сейчас видели, насыпается. Вон, свинья довольная. Она ещё не знает, что ей осталось жить. Три часа охлаждается, перегоняется. Получается вот этот пьяный человек с большим животом. В мыслях видно какой-то прекрасный барыш. Вообще, должен сказать, что здесь очень подробно написан рецепт приготовления пива. Я понятия не имею, как это всё происходит. Поэтому те, кто уже хотели меня обвинить, что он неправильно рассказал порядок, они совершенно правы. Я не знаю и не хочу знать, как это делается. А вы посмотрите, Илья, сними подробно, потому что есть люди, которые сейчас бросятся куда-то засыпать жмых. Вот для них это схема. А вот мочёный сыр в масле, по-моему. Острый, вкусный. С перцем. Вот это хорошая история, потому что она не такая смертельно вредная. Вот весь этот милый набор, мы займём его так, прощай жизнь, стоит 300 кромб, где-то 800 рублей, да? Да. Вот так оценили мою жизнь. Они долго собираются. Всегда. Так, что это, Алексей? Ну, это даты. Вот это что за цифра? Это дата наводнения, 1845 год. Вот прекрасно он сказал, 1845 год. Он знает эту цифру. Я читаю. Да, а он всё так просто, оказывается. На самом деле, шутки шутками, а это отметки наводнений, высота, на которую поднималась река Волтава. Самое страшное наводнение было в 2002 году, и пришлось оно на мой день рождения. Поздравляю. А чего же поздравлять-то? Это печальный день для Праги, 14 августа 2002 года, мой день рождения. Другой интересует, почему вот эти вот такое, как бы научные отметки, или как их назвать, меры поднятия воды? Статистически. Статистически. А есть, Алексей говорит, борода какая-то, бородач. Нет, борода есть. Это кто? Это фигура, оставшаяся от предыдущего моста Юдифи, который... Как он был построен? Я от вас жду, Алексей, цифры, пожалуйста. Конечно, 1165 год, это время постройки первого моста, который был предшественник, мост Юдифи. Как музыка звучит для меня эти цифры. Когда что? Когда вода поднимается до бороды, это значит, Прагу смывает, да? Ну, жди беды. Вот так. Коль вода до бороды, жди... Беды. Не рифмов. Не так. Значит, Прага, жди беды. Ну, не ваше. Меня смущает еще один, самый верхний знак. В день моего рождения не только уровень воды, но и уровень виски повышается. Ну, в общем, надо сказать, что спасение ждет во всем, а душевное спасение... Вообще-то мы речим с Левовицей, бихеровкой и фернетом. А почему виски-то там? Вообще-то выска. То есть выска. А, это высота. Господи боже мой. Всю эту историю я задумал для того, чтобы рассказать вам, что вот здесь на таком уровне виски поднимается. Оказывается, это выска. Да. Все, стирай все это. Пошли. Друзья, меня переполняет чувство гордости, потому что я сейчас стою рядом с самим Микежаном. А он лучший в Чехии пивной сомелье. Можно так? Я эффектно сказал. Есть такое? Я не придумал это название? Сомелье по пиву бывает? Конечно. А с какого перепугу, Микежан, ты лучший в Чехии сомелье? Почему ты в этом разбираешься? Где учишься или работаешь? Учусь я на IT-специалистов. Прямая связь с пивом. Это совсем другое, конечно, но работа в ресторане или же разбор чего-то интересного, нового, что-то связанное с кастрономией всегда меня привлекало. Я работал с третьим пивным сомелье в Чехии, которого зовут Роберт Деметер. Можете даже загуглить, конечно же, его увидите. Окей, окей, Google. Как зовут? Роберт Деметер. Третий сомелье в Чехии. Рейтинг. Я работал, но он меня подно таскал. Следовательно, как нужно смотреть, что делать. Хорошо. Что такое резанное пиво? Резанное пиво говорит само за себя то, что идет смесь. То есть смесь идет с светлого с темным. Его могут делать с разных сортов. Сегодня я буду делать вам всего с козла 11-ти градусного и с черного козла с темным. То есть вот как выражение козел нарезался пивом имеется в виду он резанное пиво просто пил. Илья, когда тебе жена скажет, Наталья скажет тебе нарезался пивом козел, ты скажешь да, резанное пиво пил. Что ты молчишь? Шути в ответ. Я просто пытаюсь переварить эту шутку. А, ну давай. Не простая, такая чешская. Чешская шутка. Мы в Чехии находимся. Вот сейчас мы будем есть кнедлики. А знаешь, знаменитый, очень вообще я проникаюсь чешским юмором. Говорят, чехи умирают от этой шутки, что кнедлики чехи могут есть на завтрак, на обед и на ужин. Внимание, я уже пошутил. Это намного смешнее. Шутка уже была. Так, давайте вернемся к резаному пиву. Так, начинаем всегда со светлого. То есть заливаем его обычно где-то до ручки. Это козел номер 11. Я отсюда вижу его бирку. Это светлый козел, как вы можете увидеть. Кстати, можно пошутить. Надаваем до ручки. Надо дойти до ручки. Да. Ну, ты считаешь, что эта шутка лучше, чем моя была? Про нарезался как козел. хорошо. Нарезался как козел, потому что дошел до ручки. И потом на низком давлении то есть вы пускаете темного козла. То есть вы видите, сейчас куда-нибудь смешиваются либо они разные подавления. И то есть вот. Ну, что, она одинаковая совершенно. Как темное пиво не видишь? Нет. Козел черный написано. Ты не видишь бирки у меня с моей стороны. И вот у нас получается резаное пиво. Так что... То есть она светлая с темным идет. И на вкус она очень мягкая я буду пробовать, потому что Илье нельзя. Ну, На здравии. На здравии. Ну, раз... Что? Рассказ намного более интересный, чем вкус пива. Но оно неплохое. Вот отбекежан наш чешский друг-переводчик. Такой чех. он в третьем колене. Так, давай, бекежан, мы показали, теперь ты представь нашего друга реального, настоящего. Его зовут Мирослав Зима, он является владелец этого ресторана и на своем действительстве его же шелковод. Ну, отлично. Давай, все, теперь уходи отсюда и давай посмотрим, как он говорит. Давай, начинай. Во-первых, я понял, что в Чехии все, что едят, называется кнедлики. Потому что вот это кнедлики из муки, а Люба же готовит кнедлики из свинины. Какая-то это ерунда. Вот, я понял, что делается кнедлики. Значит, берем желток отдельно, белок отдельно, соль, петрушка, мускат. Вот, соль, мускат. Вот, владелец ресторана, самчик ковыряется чистым. Соль, мускат. Мускат. Я идеально говорю по-чешски. Молоко, желток. Потрясающе знание чешского языка. А главный вопрос, когда готовится к нежнике, где Михаил Ширлинг в это время. Что у нас здесь? Сухари, желток, молоко, петрушка. Какая красота. Дотрубы на пару, 20 минут готово. 20 минут на пару. Можешь не переводить, я уже знал. Сухару у вас не принять, он идет запекаться 20 минут. Это то же самое. Нет, подожди, давай еще раз. 20 минут это духовой шкаф. Пеку. 20 минут это духовка, да? Да, конвертамат, духовка. Вот. А он говорит на пару. На пару. На пару. Но. То есть они не знают. Нет, пара это в чешском совсем другое. Что? А что в чешском? На пару, но. На пару. Ну, на пару, то есть. Но на пару. На пару. Вот. Ты не знаешь чешский язык? Нет. По русским, а я по чешскому. Ну, хорошо, все, пошел есть гуляш. Ой, Никижан, боже мой, ты не только по пиву, ты и по гуляшам с кнедликами. Традиционный чешский гуляш. Я читал про него, что он очень-очень мелко порезанный. Никогда более крупных кусков я не видел. Но, век живи, век учись. Знаменитый, значит, чешский гуляш, который, раньше я считал, что он знаменитый австрийский и знаменитый венгерский. Но в данном случае это не суп, а куски мяса с кнедликами, которые Илья готовил, да, про которые я уже шутил, что чехи их едят три раза. Так, я пробую гуляш. Что сказать, восхитительно. Надо очень вкусный, необычный гуляш с луком. Надо знать, Илья, ты бы себе любишь муку всякую готовить. Давай завтра снимем, когда они привезут это мясо с заготовки. Как делают этот гуляш? Я потому что хочу действительно рассказать этот рецепт, а пока я его буду есть. Так, на олее рестуем масло, подожди, масло, я буду переводить масло, лук, лук, дальше, до тмава, да, на кило, на мясо, да, мясо, шейная часть, да, дальше, осолиме, обепшиме, соль, перец, так, дальше. Зарестуем, что это? Томатная паста, томатная просто, да, прокладка томатная. Придаме млету паприку, паприку, обязательно, так, заливаем говязьим виварем, так, сейчас я переведу говяжий бульон, так, а нехаме, 4 години, 4 часа, мы, досит, 4 часа на огне, мы все это готовим, ну, да, потом добавляем, что, чеснок, обсидаме майоранку, а, майоранку, значит, майоран, это вот, майоранка, это майоран, и чеснок, да? И 4 години. Так, точка. Ну вот, теперь вы знаете, как готовят знаменитый гуляш. До свидания. До свидания. Виделись. Это, это кто такой? Это скульптура посвящена святому чешскому. Ян Непомунский погиб в 1393 году. Достаточно. Просто теперь я буду знать, что в 1390 году, и вы будете знать, когда погиб Ян Непомунский. Ну, что вы молчите? Не запомнили, еще раз скажите. В 1393 год, его выкинули прямо с этого моста, но он был уже мертв к этому моменту. А, тогда неинтересно. А вот как его выкидывали здесь, очень хорошо это все блестит, как его выкидывали. И есть примета, что если погладить труп, то, а что я глажу не труп, то в этом году у вас точно не будет насморка. И еще почему-то надо гладить здесь собаку. Значит, вы обретете друга. Если погладите собаку у святого Яна Непомунского, который погиб, я уже не помню когда, но вы-то запомнили. И еще я лучше возьму денежку 20 кром и дам собаке живой. Здравствуйте. Ее можно погладить? Да, да. Собака. Собака. Ты же хорошая, ты же живая, ты же не Ян Непомунский. Бетти. Бетти зовут? Бетти, Бетти зовут. Хорошая Бетти, Бетти, хорошая. Спасибо, спасибо большое. Вам спасибо. В каком году построен мост? Построен он в 1406 году, но начали строить в 1357 году, 9 июля, 5 часов 30 минуты. Легенда. А сколько длина? 515 и 76 сотых. Сколько скульптур? 30 штучек. Сколько вам лет? Уже не помню. Но, скорее всего, 56. Волга куда впадает? Волга впадает, как полагается, в море. Ну, все экзамены сданы. Да. А, единственное, я забыл, простите, а как этот мост называется? Он называется Карлов. Это и есть Карлов мост. Ну, я думаю, мы развлекли вас, пока Жужа летает. Начали мы день на Карловом мосту. Здесь мы его... Вообще, кстати, я не рассказал вам историю одну, так как мы планируем продолжать исследовать уровень воды и вверх, и вниз. Сейчас мы идем в какое-то страшное заведение подвальное, где вечер обещает быть очень ярким. А, чтобы вас развлечь, пока мы идем, я расскажу историю про знаменитых чешских подводников. Чешские подводники это не аквалангисты, не ныряльщики, а это недобросовестные торговцы, рестораторы и прочий торговый сброд, который в те достопамятные времена, если таких находили, ловили, их брали, сажали в железную клетку и опускали зимой во Волтаву голыми. Опускали с головой, потом их поднимали и голыми же выпускали, чтобы они бежали домой по Праге. И люди, когда их видели, говорят, вот, смотрите, подводник идет. Вот так вот я все время кручусь вокруг этих вод и уровня воды. А сейчас мы должны пойти в подвал, который во время наводнения его не существует. Пока не случилось новое, надо туда зайти. У нас же Алекс в треуголке везде сопровождает, он должен нас ждать на углу. А там такое творится, это даже снимать нельзя. Вот, смотрите, треуголка, Алекс и ресторан называется «У мудрые боты». У мудрые боты кто такой? Мудрый ботинок. Мудрый ботинок. Мудрый ботинок. Это Алекс. Пошли. Уведи меня, мудрый ботинок. А вот и хозяин мудрого... Это кто же из вас мудрый ботинок? Это Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Мы, конечно же, уже там были. Это просто мы же вас обманываем. С Дмитрием мы уже знакомы. Там такое творится. Если надо поменять деньги... Брюки превращаются... Нет, до любого часа мы можем здесь находиться. Поэтому... В общем, как-то так. Комфортно. Мне надо думать о времени. Ой, что здесь творится? Вертеп! Здорово. Главринский взгляд. Сделать здесь. А вот и... Это она уже внутри Илья Буфлава. Ярлский взгляд. Экстракт орехового жидка. Да, вы б... Все? Ну, что же еще шутить? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok